Уже в первый день сбора помощи стало очевидно, что помещения, выделенного под это, явно не хватит. Горожане несут вещи и продукты. Кто-то пару банок тушенки, кто-то мешок сахара или ящик крупы. Мы принимаем макаронные изделия, мучные изделия, сгущеночку, потом различные консервы, мясные, рыбные, крупы, потом одежду также, теплые вещи, обувь, потому что это им очень там необходимо, холодно. Пенсионерка Валентина Ивановна Филимонова принесла мужские вещи. Говорит, это ее первый визит, но она вернется сюда еще. Пусть носят, кому это пригодится, я бы только рада, потому что там идет война, мне очень их всех жалко. Особенность нынешнего сбора помощи в том, что его инициировали неравнодушные жители Коряжмы, лично побывав в Луганске в октябре этого года. Эти же люди берут на себя ответственность по доставке и передаче нуждающимся в гуманитарной помощи из рук в руки. В прошлый визит я свой увидел сплошную разруху, ну как голод что ли. Люди не платят пенсии и так далее. В магазинах почти ничего нет. Есть такие товары, которые, допустим, ну никто не берет. Основных там хлеб, тушенка, вот таких нет совсем. Пункт сбора помощи будет работать ежедневно, кроме выходных, с 9 до 17 часов в кабинете номер 5 молодежно-культурного центра. Все принесенное Коряжмаксами волонтеры тщательно сортируют и записывают. Они будут регулярно отчитываться о сборе и передаче вещей. Фото и видеоотчеты можно посмотреть прямо в пункте сбора.